Итоги 2020-го. Акция добра и подарок в канун праздника. В Абруске открыли новый детский сад. В чем его уникальность? Это большие итоги, самые яркие информационные акценты года от тех, кто видел все своими глазами. Я Мария Бересневич, и мы начинаем. Все лучшее детям. А учиться будешь? Спать? Да. Кушать? Да. В седьмом микрорайоне перерезали красную ленту долгожданного дошкольного учреждения. Что теперь доступно малышам? Год больших дел. От реконструкции больницы до открытия автосалона. Почему 2020-е – это уже история. Сокращенный декретный, измененный страховой стаж и меньше пластика. 2021 предрекает сразу несколько существенных нововведений. Что из заголовков пока в перспективе. Этот день разделил историю на до и после. Великое свято. И оно обед новое у всех помеж собой. Католики и протестанты встретили Рождество Христово. Почему меса в 2020-м имеет особый характер? Это свято вельми такое семейное, такое теплое. Дарить счастье не так уж и сложно. Подарки – это повод зайти в эту семью. В Беларуси продолжается марафон добрых дел, акция «Наши дети». Буси, хапушки, лязни и куськи. Молодец! Где на неделе слышался звонкий смех. Бобруйск продолжает развиваться. В объективе камер – социальная сфера. В седьмом микрорайоне на неделе открыли долгожданный детский сад. Объект оснащен по последнему слову техники. Здесь есть все для развития малышей, начиная от бассейна, заканчивая комнатой безопасности. Максим Кембель оценил масштабы. Ты ждал открытия детского сада? Да. А почему? Ты хочешь к нему пойти? Да. А что будешь там делать? Играть, веселиться. Дима, а ты ждал открытия детского садика? Ты хочешь туда идти? Мальчик. Что будешь там делать? Играть, веселиться. А учиться будешь? Спать? Да. Кушать? Да. Как вы поняли, детский сад в седьмом микрорайоне – долгожданный подарок для всех – и взрослых, и малышей. Аналогов ему нет во всем городе. Строителям понадобилось всего лишь 10 месяцев, чтобы возвести сооружение. Это новогодний подарок для местных жителей. Детский сад – это домик для ребят, это домик для души. Перед тем, как зайти внутрь нового сада, мэр Бобруйск Александр Студнев поздравляет всех с новым и таким нужным социальным объектом. После всех формальностей – долгожданный момент – перерезание красной ленты. Но перед этим гости вручают руководству сертификаты на игровое и спортивное оборудование. Чтобы понять всю уникальность объекта, необходимо лично все увидеть. Рассчитан он на 240 мест. Общая площадь – более 2000 квадратных метров. Экскурсию для гостей проводит личный хозяин, он же воспитанник старшей группы, пятилетний Даниила Малошонок. Наших белорусских нам помогали оформлять это фойе. Рядом заместитель заведующего учреждения дошкольного образования Елена Капустина в качестве помощницы юному экскурсоводу. Теперь, что касается непосредственно садика. Первый этаж займут четыре группы – две ясельные и столько же младших. Детсадовцам постарше отведен второй, самый старшим – третий. Итого 13 групп. Ребята уже обжились и называют сад не иначе, как родным домом. Расскажи, как тебе садик? Детский хороший. А что тебе нравится в нем? Дети. А как тебе воспитатели нравятся? Да. Хорошие? Да. В каждой группе по телевизору мебель бобруйского производства «Фандок». Этажи между собой связывают два лифта. Для комфорта установлены кондиционеры. Поэтому и работая в таких условиях одно удовольствие признаются воспитатели. Многих, к слову, сами мамы и не просто, а многодетные. Очень хороший детский сад, много всякого нового оборудования. И мы очень рады, что у нас в районе появился такой детский сад. Детки все замечательные, все с удовольствием ходят. Сад, персонал очень хороший, дружный коллектив. Ну, какая техника у вас, помощь для развития ребят? Помощь для развития детей. Все яркое, красочное, много игрушек. Телевизор очень помогает нам и на занятиях. Но вы сами многодетная мама, да? Я сама многодетная мама. Двое деток у меня проходят в этот сад. Есть в садике комната для секций, музыкально-гимнастические и спортивные залы. Многие уже начинающие спортсмены, например, прекрасно владеют мячом. А ты умеешь играть в футбол? Нет. Можешь нам показать? Покажи нам, пожалуйста. Садик круглосуточно находится под контролем. Здесь внедрена система видеонаблюдения. 24 камеры в помещении и снаружи. К слову, как вести правильный образ жизни, ребятам рассказывают работники МЧС. В специальной комнате малыши с любимыми мультяшными героями учатся правилам безопасного поведения. В 84-м саду созданы все условия для гармоничного развития, подчеркивает мэр Александр Суньев. Да и место строки выбрано не случайно. Согласно последней переписи населения, в седьмом проживает 413 многодетных семей. Благодаря именно поддержке нашего президента, мы заложили хороший фундамент и на 2021 год. Буквально здесь в шаговой доступности строится новая школа на 1020 мест с бассейном. Строится еще новый детский сад на 240 мест тоже с бассейном. Я хочу сказать, что вот именно наш здесь новый микрорайон, а здесь в любом случае и пятый, и шестой микрорайон к нему примыкает, говорит о том, что на самом деле мы создаем комфортные условия для наших граждан. Они должны с уверенностью понимать, что государство и исполнительная власть заботятся о наших жителях, о нашем населении. Плавать тоже научат. Бассейн 10 на 15 метров. Попасть в него можно через галерею. Заниматься здесь могут все и ребята с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Для них специальное оборудование – подъемник. Малыш садится в кресло, его поворачивают к воде и с помощью пульта спускают. Работать в этих условиях шикарно. Просто приходишь каждый день на работу и наслаждаешься. Просто наслаждаешься, потому что все под руками, все очень современное, очень многофункциональное. И здесь только дерзать, только развиваться и только творить в этих условиях педагогу, возможно. Максим Кемель, Владимир Гребеневич, Андрей Богдан. Итоги недели. Открытие детского сада – всего лишь капля в море. 2020-й уже на днях войдет в историю и запомнится как год больших дел. 366 дней, в которых, несмотря на все невзгоды, возводились нужные социальные объекты и создавались новые рабочие места. Обо всем по порядку прямо сейчас. В 10.30.29 июня председатель Бавровского госполкома возлагает цветы к подножию танка Бахарова. При этом с Александром Студневым в день рождения города руководство военной общественности неравнодушны. В руках охапки алых гвоздик и роз. Его назовут самым большим подарком городу в день рождения. Сертификат на четыре кареты из рук градоначальника получает главврач. Лучшим медикам вручают почетные грамоты. Благодарности госполкома, областного совета депутатов и Минздрава. Открытие подстанции скорой помощи еще больше улучшает доступность и качество оказания медицинской помощи. Для тех пяти бригад, которые здесь будут располагаться, имеются замечательные условия для быта. Потому что людям, кроме того, чтобы работать, необходимо где-то отдыхать между вызовами, принимать пищу, писать документы. Двухэтажное здание в 104 квадрата располагается на пересечении Минской и 50 лет в ЛКСМ. Построил его завод КПД. Внутри пост диспетчеров, водителей, фельдшеров. Есть все условия для труда и отдыха. Здесь во все кипит работа. На смене 20 специалистов. Всего в штате 60 человек. Это 5 бригад. В такое тяжелое время очень приятно, что системе здравоохранения уделяют очень много внимания. И этот дом, этот прекрасный дом, это подарок нашей станции скорой помощи. Очень огромные слова благодарности хочу выразить нашему исполнительному комитету, председателю исполнительного комитета за такой подарок. Такие хорошие условия, которые созданы, это очень большой плюс. Это очень приятно. И все работники этой подстанции очень рады. Они не могут выразить слова благодарности сейчас, но они все очень-очень рады. Впервые на экране в марте 2020 жители Бавруйска могут диагностировать сердечно-сосудистые заболевания, не выезжая в Могилев. На базе больницы скорой медпомощи перерезают красную ленту ангиографического комплекса рентгена нового поколения. Это очень важное оборудование, которое будет обслуживать население города Бавруйска и 5 прилегающих районов. Это отделение будет межрайонным. И если раньше пациентов с тяжелой сосудистой патологией доставляли в город Могилев, то на сегодняшний день есть возможность проводить исследования и проводить лечение уже у нас в городе Бавруйске. Оборудование стоимостью 1,411,000 рублей спасает жизни, создает комфорт специалистам. Здесь продумано все до мелочей. Сверточная оптическая способность, разрешение экранов и опыт медиков творят чудеса. Позволяют визуализировать анатомические особенности коронарного русла. Архивы снимков дают возможность проследить динамику развития болезни, скорректировать лечение пациентов. Если мы уже говорим о лечении, о станцировании сосудов, то это позволяет во многом в первую очередь сохранить жизнь пациенту и во многих даже случаях, собственно говоря, и излечить его полностью и вернуть к труду социально адаптированного человека. Диагностическое исследование сосудов, сердца, атеросклеротического поражения артерий и других патологий позволяет специалистам вмешаться на ранней стадии развития болезни, чтобы предотвратить операции. Своевременно диагностировать инфаркт и шемию врожденные пороки для больницы скорой медицинской помощи, где два кардиологических отделения – это оборудование на весь золото. «Стройка века» – грандиозное открытие, которого ждет весь Бобруйск. Красивые и трогательные истории под названием «По зову сердце по-настоящему сплотило тысячи неравнодушных людей с разных уголков мира». Обновленная детская больница вновь распахивает свои двери в первый день августа. Современная, яркая, комфортная наша. На праздник съезжаются в обручание и почетные гости. Это на самом деле объект, который вложили душу наши строители, вложили душу наши медики. Я хочу всех граждан поздравить с этим замечательным сегодня праздником. Он удался у нас на самом деле, он продал у нас погоду. Здание и впрямь обретают вторую жизнь. От прежней лечебницы остаются лишь фундаменты стены. Обновляется техническое оснащение лабораторий и процедурных кабинетов. Докторов обучают обращаться с новинками. Появляются суперсовременные аппараты УЗИ, эндоскопы. Всего на покупку техники уходит около трех миллионов рублей. В палатах, где лежат мамы и детки маленькие, появилась связь с постом. То есть мама не будет тревожиться, что с ребенком что-то не в порядке. Она не может позвать себе медицинского работника или тревожиться о том, где найти медицинского работника. Связь будет осуществляться круглосуточно. Врачи очень хорошо стараются. Тут, во-первых, все новое. Вся техника вот эта, все проверяют, сердечко вот это. Ну, просто слов нет. В день рождения города церковь Иверской иконы Божией Матери пополняется двумя новыми колоколами. Их вес 110 и 139 килограмм. Отлиты из специальной меди в Ярославле. В посвящении участвует епископ Бавруйский Быховский Серафим и председатель горисполкома Александр Студнев. Молитва и окропление тяжеловесы занимают свое место под куполом храма. Перезвон разносится на все окрестности и как символ победы над врагами возвещает о празднике. Получили от наших друзей из Минска вот эти два колокола, которые будут подняты сейчас на колокольню, будут звучать, славить Бога, приглашать к богослужению. Пусть эти колокола будут действительно призывом к радости, к любви, к благословению Бога. В январе 20-го радостные восклики из синагоги, что на социалистической, слышится далеко за ее пределами. На Бавруйскую землю спустя несколько десятилетий доставляют священную Тору. Более 300 тысяч букв и свыше 2000 часов кропотливой работы. Текст главного сакрального предмета в иудаизме полностью написан от руки. Свиток прямиком из Иерусалима несет в себе учения и наследия, данные евреям и миру. Есть такая традиция, что в каждый город должно быть свой, вообще положено на каждого человека, держать такой свиток у себя. Понятно, что нам не посыло, чтобы у каждого человека было такой, поэтому у нас появилась такая возможность сделать одну для всего города Бавруйска. Возложение цветов в день освобождения родного Бавруйска проходит на площади Победы и у памятника Георгию Победоносцу. Возле танка Бахарова вереница горожан. У каждого в руках букет красных цветов, символ благодарности соотечественникам за мирное небо над головой. Дорогие наши горожане, живите спокойно, живите под этим мирным небом, радуйтесь, улыбайтесь и будьте уверены, что мы сохраним вместе с вами наш город, мы сохраним мир в нашем городе и мы сохраним хорошее настроение с праздником, дорогие бабручане. Отдать дань памяти приходят представители исполнительной власти, депутатский корпус, трудовые коллективы, молодежь, общественность. Люди разных статусов, возрастов и профессий. Для них, для всех Бавруйск стал настоящим городом для жизни. Этот праздник всех бабручан. Каждого, кто родился, кто приехал, кто живет в нашем городе, кто действительно любит его всей душой и сердцем. К 76-й годовщине освобождения города на Березине Краевический музей подготавливает эксклюзив. Вот эту фото-выставку. Снимки с детальной точностью отражают этапы операции «Бабруйский котел». В кадре обкатка танков, наладка артиллерии, бои на подступах и в центре города. Немцев разбили за шесть дней. Экспонаты взяты из фонда музея и Белгосархива. Сама операция происходила таким образом, что даже опережая сроки. Начали 24 июня, 29-го к полудню полностью был освобожден Бабруйск. И на фото вот эта вот какая-то стремительность тоже видна, этот темп даже вот ощущается, потому что часть фотографий сделаны замечательнейшими фотографами того времени, советскими. Например, это классика жанра, вот Марк Марков-Гринберг. Сюрпризы в день рождения Бабруйска не заканчиваются до позднего вечера. На площадке возле арены в небо взмывают разноцветные драконы, птицы и бабочки. Здесь проходит фестиваль воздушных змеев. Желаем ему оставаться таким же классным, таким же молодежным, таким же самым лучшим на свете городом. Мы любим Бабруйск! Пусть люди съезжаются, чтобы посмотреть на наш родной красивый город. Всем всего благополучия, хорошей погоды, такой как сегодня всегда, хорошего настроения. Русский характер, французская утонченность и японская надежность. Мультибрендовый автоцентр доезжает и до Бабруйска. 20 октября входит в историю. Мэр Александр Студнев и руководитель салона перерезают брендированную оранжевую ленту. На 2000 квадратных метров располагаются три производителя Renault Mitsubishi Lada. Бабруйский центр становится десятым по счету в стране и вторым после Минска, где официально представлена японская марка. По словам руководства, проект автоцентра уникальный. В дальнейшем он будет браться за основу при строительстве подобных объектов. Представлена у нас ремзона для автомобилей, продаваемых нашим автоцентром мультибрендовым. Мы обслуживаем автомобили, которые мы представляем все, включая те автомобили, которые мы не продали. Мы тоже можем обслуживать все равно и Mitsubishi. Три просторных шоурума рассчитаны на 22 автомобиля. Не отходя от кассы, располагается и сервисный центр. Включает он в себя 13 постов для обслуживания и ремонта авто, большой склад запчастей и аксессуаров. И все эти опции под четким присмотром современных технологий и грамотных специалистов. Намного проще становится, не нужно ехать куда-то там далеко. Ну и обслуживание все рядом, все дома. Рестораны и кафе предлагают особое меню с акцентом на город. В одних заведениях подают традиционные еврейские блюда, в других на первом месте белорусская кухня. Повара едва справляются. Поскольку Бобруйск, скажем так, бывшая столица евреев, все-таки нам показалось, что аромат этот должен присутствовать в нашей кухне. Подготовили два фирменных еврейских блюда. Это форшмак и шакшука, яичница с томатами. Парк культуры и отдых развлекает посетителей весь день. Основная программа стартует в пять вечера. Работают аттракционы, торговые палатки и интерактивные площадки. Здесь разрабатывают праздничную систему скидок. Акция на каждой карусели действует ровно 63 минуты и 30 секунд. С днем рождения, Бобруйск! Этого момента в 56-м детском саду ждут 4 месяца. Именно столько времени понадобило заводу тракторных деталей и агрегатов, чтобы превратить дворовую площадку подшефтной организации в современный игровой комплекс. Периметр дошкольного учреждения меняют до неузнаваемости. На этих кадрах, снятых в начале лета, видно, как территория сада в 46-летней истории нуждается в реконструкции. Начиная от асфальта, заканчивая деревянными домиками. Полтора года назад мы здесь открывали спортивную детскую площадку в этом садике. Ну, а сейчас проект уже такой более глобальный мы сделали. Все вот это вот оборудование детское и игровое, все это для наших детей, во благо, для будущих тракторостроителей. Многофункциональная площадка включает в себя десятки элементов. Найти занятие по вкусу во время прогулки может даже самый привередливый малыш. За год Бобруйск приобретает много друзей, а продукция, поставляемая отсюда за рубеж, расширяет географию. От зефира до шин. Гурманы и ценители качества за тысячу километров покупают легендарные изделия. В 633-ю годовщину Бобруйск принимает тысячи гостей и становится точкой притяжения туристов. Еще до того, как приехать в Беларусь, мы в интернете почитали о вашей стране. Бобруйск очень большой и красивый город. Здесь есть уникальные церкви. Политиков. Город и трудовые коллективы, несмотря на имеющиеся трудности, проблемы, живет полноценной, рабочей, спокойной жизнью. Телеведущих. Бобруйск для меня, до того, как я приехал сюда, был город, такой мем, если можно говорить, что-то такое, о чем все говорят. Ожидания и реальность оказались разные. Реальность лучше. И самого президента. Если бы не было вашей продукции, нам бы было очень тяжело в клиниках, поликлиниках, больницах. 2020-й для города, впрочем, как и для страны, становится непростым. Но при этом его все же запомнят как год больших дел. Год, в который свои корректировки вносит пандемия. Несмотря на все трудности, в Бобруйске продолжают работать крупные предприятия. В режиме 24 на 7 оказывается медицинская помощь. Бесперебойно производится продукция, известная на всех континентах. Строится жилье для многодетных. И звучит детский смех. Проект бюджета, социальная сфера и попытка ЭКО. Следующий год принесет жизнь беларусов целый список изменений. Что стоит знать перед тем, как загадывать желания. Громкие заголовки 2021-го. Далее в специальном обзоре. Министерство финансов обнародовало проект бюджета на следующий год. Разрабатывался он в новых для страны условиях, связанных с пандемией. Бюджет будет дефицитным. Расходы превысят доходы на 4 миллиарда рублей. Профинансируют разницу за счет внутренних резервов. Две трети расходов бюджетов СССР направят на пенсии. На финансирование пособий потратят без малого 4 миллиарда. Расходы на здравоохранение в более полутора миллиардов рублей. Почти такую же сумму направят на нужды системы образования. Промышленность получит около миллиарда. 508 миллионов – культура и СМИ. Минимальная зарплата с 1 января вырастет до 400 рублей. Это предусмотрено постановлением Совмина. Сейчас она 375 рублей. Также более чем на 8% увеличится пособие на детей. Ежемесячная выплата по уходу за ребенком до трех лет составит 449 рублей. Это касается первенца. При рождении первого малыша – 2700 рублей. Второго и последующего – 3800. Минфин анонсировал изменения по дорожному сбору. Предполагается, что с начала нового года госпошлина будет отменена, что позволит решить проблему увязки ее уплаты с прохождением технического осмотра. Вместо госпошлины предусматривается установление транспортного налога в отношении организаций и физлиц. В будущем годовая сумма сбора по так называемым «народным автомобилям», масса которых тонна полторы, в среднем составит 60-80 рублей в год. В РНПЦ «Мать и дитя» за счет бюджета проведут 1000 циклов ЭКО. В этом году результативность процедуры достаточно высокая – более 43%. Бесплатно сделать попытку ЭКО можно будет исключительно семейным парам, в которых оба супруга граждане Беларуси и возраст жены не превышает 40 лет. За подзарядку электромобилей на всех ЭЗС «Маланка» придется платить, но даже с вводом тарифа цена будет самая низкая в Европе. С первого числа 1 кВт на быстрых ЭЗС будет стоить 39 копеек, на медленных – 29. Таким образом, зарядить электромобиль на 100 километров обойдется в сумму около 6 рублей. Такой низкой цена на электричество останется благодаря вводу в работу БелАЭС. В Беларуси с 1 января ведут новый тарифный план на электроэнергию для энергоемких производств. Предусмотрено выделение шести групп производств – потребителей электроэнергии. Тарифы для них будут дифференцироваться по принципу – чем выше объем потребления, тем ниже стоимость электроэнергии. Белорусские будут меньше находиться в декретном отпуске. Такие изменения рассматривает Министерство труда и социальной защиты. Правительство может оставить лишь два декретных года для всех, а три – для многодетных, либо останутся три года для всех, но платят только два. Создавать проект документа будут в 2021. Когда он будет принят, пока неизвестно. В Беларуси увеличится минимальный страховой стаж. Он составит 18 лет вместо 17,5. В последующем он будет увеличиваться на 6 месяцев ежегодно. Таким образом, в 2025-м нужно иметь 20 лет стажа, чтобы претендовать на трудовую пенсию. Если человек не успел наработать страховой стаж, то он будет получать социальную пенсию, а не трудовую. А это без малого 130 рублей. При назначении пенсии будет также иначе рассчитываться трудовой стаж для многодетных матерей. Общий стаж может быть включено дополнительно еще три года. С января станет меньше пластика. Министерство антимонопольного регулирования торговли запретит объектам общественного питания продавать пищу и напитки в неэкологичных стаканах, посуде и контейнерах. Пластиковые палочки для размешивания напитков тоже окажутся под запретом. Одноразовые вилки, ножи и ложки больше нельзя будет встретить в кафе и магазинах. Ибо ныне родился вам в городе Давидовому Спаситель, который есть Христос Господь. Миллионы католиков и протестантов по всему миру встретили один из главных христианских праздников – Рождество. В ночь на 25 декабря в церквях страны прошли богослужения. Центром торжеств в Абруйске стал костел непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии. В костеле непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии несколько десятков прихожан. Главное рождественское месо проходит в ночь с 24 на 25 декабря. Утром следующего дня уже принято поздравлять друг друга с приходом Спасителя на эту землю. В костеле верующие целыми семьями. В молитвах вспоминают события, предшествующие рождению Христа. Звучат песни. Вельми так важна для нас адзначаць гэтая свята, бо сёння нарадіўся з баўцы свету. Гэтая свята вельми такоя семійная, такоя тёплая, калі ўся семья збіраецца разам, калі при вигелийном святочном столе один одному складають наилепшіе пажадання. Всего в Беларусі более полутора миллионов католиків. В праздник люди приходят помолиўся за здоров'е своїх близких і родних. Костел открыт для каждого челавека. Також установлены рождественскі вертепы. Фігурка младенца в нём появилась в полночь. Христос родился. На землю спустилось Божье чудо. Усі мы сёня покланилися новонародженому Христу. Усі мы сёня черпаем скраницей Його милосердності і любові. Поздравляю всі с Рождеством Христа. Рождество – время, когда нужно простить все обиды, загадать желаний на следующий год, а всё плохое ставить в уходящем. Праздник продолжится ближайші 8 дней. Мы будем памятать про Божью любов, про тое, якой дорогой ценой мы были откуплены. И так само пожедать усім жихарам Бабруйска добрых, радостных, святого, шасливого Нового Года. І нашим братам православным так само скончить рождественський пост, час приготавання до приходу Пана. І улучнасті з усімі хрістьянами, з усім хрістьянським святом будем святковаць Божье народження. Максим Кемель, Андрей Богдан. Ітоги недели. Главная ёлка страны – мечта тысяч ребят. В минувший четверг грандиозное новогодне представление во Дворце Республики собрало более двух с половиной тысяч мальчишек и девчонок со всей Беларуси. В гостях те, кто остался без родительского внимания, и вундеркинды, которые побеждают на олимпиадах, конкурсах и в спортивных состязаниях. Главную ёлку также называют президентской. По традиции поздравить маленьких белорусов приехал и Александр Лукашенко. Вот и наступил самый желанный, добрый и самый волнительный час. Это день любимый и, как я уже сказал, волнительный. Для меня волнительный. Казалось бы, столько лет мы встречаемся с вами ежегодно на этом празднике. Чего волноваться? Волнуешься потому, что всегда говоришь что-то взрослым людям. А здесь будущее нашей нации. Самые маленькие, повзрослее и совсем взрослые дети. А что ещё важнее, в этом зале вместе с вами и взрослые люди. И такому залу под три тысячи человек очень важное что-то надо сказать. И в то же время очень сложно подобрать слова, которые можно сказать в этом зале. Поэтому всегда волнуешься, каждый год. Волнуешься ещё и потому, что здесь каждый год новые лица, новые люди. Но всё, что нас объединяет в этом зале, все мы с вами ждём чудо. Чудо ждут и те малыши, которые не попали на главную ёлку страны. Конечно, о них никто не забыл. Руководство города, предприятия, депутаты и просто неравнодушные. Все хотят показать детям сказку. Максим Кеммель о том, как легко дарить детям счастье. В семье Парфёновых 12 детей. При новогодние деньки хлопот много, а 24 декабря прибавилось ещё. Но это тот случай, когда суматоха приятная. В гостях мэр Бобруйска, вице-премьера Беларуси. В этот день все дела отложили в сторону. Сейчас они не руководители, а новогодние волшебники. Праздник-то не за горами. Дед Морёс, дед Морёс, дед Морёс, дед Морёс, копий нос. А на механайке, зарядные сальки. Буси, копушки, язвы и кучки. Молодец! Дом полон талантами. Поэты, спортсмены, певцы с порога сразу все показали, кто что может. Это подарки от ребят. Нужно сказать, взрослые тоже подготовились как надо. Даже двух мешков не хватит, чтобы все сюрпризы поместить. От Совета Министров и горисполкома сертификат на холодильник. Сладкие подарки, игровой инвентарь, приглашение на поездку в Беларусскую пущу для всей семьи. Там ждет встреча с главным Дедом Морозом. Но это еще не все. Анатолий Сивак с собой привез даже частичку лета, тепло и клубнику. Да-да, самую свежую клубнику. Вот я специально заехал, я говорил вам, вот это было сейчас, утром. Я заехал на Дорорс, это организация, в Министерстве транспорта такая есть. Это самые большие цеплицы в Беларуси, там 47 гектар цеплиц. И они выращивают, наверное, больше, чем они, клубники не выращивают. Вот это собрали сегодня утром клубнику. Теперь можно и за стол. Пироги, торт и чай. В уютной атмосфере обсудили вопросы, поделились эмоциями. Кстати, все сладости – совместная работа детей и родителей. Это всегда ожидание подарка, ожидание чего-то такого чуда. И это всегда присутствует. Но за этим тоже стоит и то, о чем я только что говорил. Может быть, подарки – это повод зайти в эту семью, понимаете? А вот поговорить и услышать эти мысли, настроения – это очень важно. Семейство признается, оно всегда радо принимать гостей. А на вопрос, что для вас жизнь, Татьяна Парфенова отвечает просто. Я просто мама. Этим все сказано, понимаете? Я не буду говорить там, да. Для меня самое важное, чтобы мои дети были живы, здоровы. И чего-то в этой жизни достигали. Ихные успехи – это моя награда по всей моей жизни. Это было хорошее завершение недели. А начались добрые дела еще 18 декабря. Счастье постучалось в двери к воспитанникам Каменской вспомогательной школы-интерната. Что такое Новый год? Это праздник приход, это смех друзей веселых. Это пляски возле елок. Вот что значит Новый год. Только самые близкие друзья в Каменской вспомогательной школе. Для ребят и взрослых это уже хорошая традиция. В канун главных праздников друг другу дарить подарки. От ребят сказка, от взрослых все самое необходимое. От бобруська громаша сладкие сюрпризы. Без конфет и мандарин у праздника не тот вкус. Плюс финансовая помощь. Нельзя не отметить, а громашевцы и дети – родные люди. Уже много лет для предприятия школа подшифтная. Я всегда говорю, что любовь спасет мир. Конечно же, когда ты частичку себя, частичку любви своей отдаешь деткам, которые обделены не только родительским вниманием, но и немножечко еще и здоровьем. Это очень важно, в первую очередь для взрослых, для нас. Мы получаем дополнительную эмоцию, мы получаем возможность сделаться добрее, нужнее для деток. Ну а детям, конечно, Новый год. Они ожидают какого-то чуда. Огромное спасибо участникам в данной акции, потому что, как говорится, доброе сердце участникам дает возможность обновить как учебно-материальную базу, так и создать условия, современные условия для детей. Это и кабинеты, это и игрушки, это и книжки, но при этом это, конечно, и сладости. В следующем марафоне добрых дел стал Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Все-таки время подарков и поздравлений. От гор из полкома компьютерная техника для образовательного процесса. Набор детской мебели подарил завод тракторных деталей и агрегатов. Красный пищевик, как всегда, удивил сладкими сюрпризами. В рамках акции «Наши дети» в городе проходит ряд благотворительных праздников, новогодних утренников. Конечно же, ни один ребенок не останется в стороне, потому что акция направлена в первую очередь на поддержку детства. И Бобруйский горосполком оказывает всяческую поддержку детям. Детям с ЦКРО, детям многодетных, семьям, малообеспеченным, детского социального приюта. Миссией любого человека, любой организации является помощь детям. И делать их жизнь счастливее, особенно тех, кто больше всего в этом нуждается. В преддверии Нового года взрослые, конечно, должны дарить праздник. Особенно этот праздник важен для таких детей с особенностями развития. Нужно больше уделять внимание, уделять ласки, дарить тепло, доброту. Дети, родители, руководство центра – все под впечатлением от такого теплого внимания. Перед тем, как встретить гостей, конечно, мы очень волновались. Мы много тренировались, мы подбирали костюмы. И нам помогает в этом всегда гимназия, школа, колледж искусств города Бобруйска. На неделе волшебниками стали и сотрудники Департамента охраны. В Осиповической школе-интернате для детей с нарушением функции опорно-двигательного аппарата встречали старых друзей. В любой праздник правоохранители – желанные гости в стенах учреждения. Рождество и Новый год – не исключение. И в этом случае исполняют люди в погонах не столько свои прямые задачи, сколько мечты маленьких белорусов. Любая силовая структура, значит, она участвует в данном мероприятии. По той причине, что дети – это самое дорогое, что есть в нашей стране, это наше будущее. А такие дети, которые нуждаются в помощи, они не просят сами ничего. Мы сами идем, стараемся, чтобы им помочь. Поэтому это наш долг, это наша работа такая. На этот раз помощь от Департамента охраны финансовая. Сертификат на 4 тысячи рублей. Уже позже руководство школы раскрыло дальнейшую судьбу подарка. Будут укреплять материально-техническую базу. Здоровья вам и всего самого хорошего. Всегда стараются нам в этот день поздравить нас, стараются нам как-то помочь и в течение учебного года, и на праздники особенно. Поэтому, конечно, всем большое спасибо за то, что они не оставили в такой тяжелой ситуации нас в связи с эпидемиологической ситуацией. И нашли время и прибыли на наш праздник. Акция «Наши дети» – это время чудес. И здесь не столько важны подарки, сколько улыбки и счастливый смех малышей. В приключенческом сериале это, конечно, далеко не последняя серия. Впереди еще много подарков. Внимание, тепла и любви. Максим Кемель, Владимир Гребеневич, Андрей Богдан. Итоги недели. Праздник без последствий эпидемиологи призывают горожан провести Новый год и Рождество безопасно. Для того, чтобы праздничное веселье не было омрачено плохим самочувствием, либо заболеванием кого-то из близких или родных, нужно соблюдать санитарно-эпидемиологические правила. Зимний период – время повышенной заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Также, отмечают специалисты, в Бобруйске продолжают фиксировать случаи COVID-19. Всемирная организация здравоохранения рекомендует на время новогодних праздников не планировать путешествий. Лучше провести их дома, в кругу семьи. Конечно же, праздники нам хочется отмечать. И это не значит, что из-за пандемии COVID-19 мы должны вовсе отменить праздники. Но лучше всего это сделать в кругу своей семьи, может быть, даже где-то на свежем воздухе, на даче. Постарайтесь ограничить свои контакты в предновогодние дни максимально. Лучше не посещать мероприятия, которые будут проходить в закрытых помещениях, воздержаться от посещения корпоративов. Лучше не посещать крупные торговые центры и транспорт в часы пик, потому что все-таки эти многократные контакты повышают риск инфицирования коронавирусной инфекцией. Все-таки самыми основными способами профилактики коронавирусной инфекции остаются маска и социальная дистанция. Поэтому мы рекомендуем использовать социальное дистанцирование и при общении с родными, близкими, сохранять дистанцию в 1,5-2 метра, использовать маску. И также пользоваться маской при посещении магазинов либо мест, где возможно инфицирование. Эпидемиологи призывают также не посещать часто гостей. А если хочется подарить подарок, лучше всего это сделать на нейтральной территории, например, на свежем воздухе. До боя курантов остается всего 4 дня. Самое время, чтобы подвести итоги уходящего года и поставить планы на следующий. Тем временем Баврусь к новому этапу уже, кажется, готов. Повсюду сияют новогодние огни и сверкает праздничная иллюминация. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова